Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Зима началась не так давно. Тем не менее, снега в Кумертау выпало очень много. Это позволило в разных частях города воздвигнуть горки. Для детвора это настоящий праздник. В ходе рабочей поездки глава администрации города Борис Беляев осмотрел качество построек. Конечно, не с огоньками и гирляндами, но теперь есть своя горка. Кататься можно в любое время и не обязательно ходить на центральную площадь. На территории парка коммунальщиков буквально за неделю построен целый ледовый городок. Можно полазить в лабиринте, посидеть на лавочке или поиграть в снежки. Кстати, снега уже в начале зимы выпало немало, поэтому уже сейчас стало возможным строительство ледовых городков. Качество работ проинспектировал глава администрации Борис Беляев. Борис Владимирович поинтересовался наличием на территории освещения в темное время суток и безопасностью построек. Горка не хуже, чем на площади. Высокой, широкой и ледянки катятся хорошо. Главные пользователи и дети довольны. Мне нравится горка. Хорошо построили и раскатанная горка. Она очень красивая горка, но только на площади горка. Здесь близко ходить можно. Работа проведена предприятием «Восточный». Решение принималось совместно с администрацией города Кумертау в связи с тем, что все-таки микро-восточные дома находятся немного в отдалении от центрального нашего новогоднего городка. Поэтому для забавы наших детей и все-таки для времяпрепровождения наших граждан, которые проживают здесь, было принято решение поставить хотя бы небольшие какие-то конструкции. Но вот с помощью спецтехники и наших работников нашей организации была выполнена горка, ну и для удобства, буквально скамейки для того, чтобы могли родители положить какие-то вещи. И ребятишки, они же ведь рядом здесь расположены школы, они приходят сюда сразу покататься после занятий, чтобы могли положить свои портфели. Ледовые городки построены во всех районах города. Это позволит горожанам отдохнуть с детьми, покататься на горках недалеко от дома. Глава администрации осмотрел площадки по улице Пушкина, вокзальной школы номер 12. Самая высокая горка построена во дворе по адресу Советская-1. Несмотря на морозную погоду, она уже сейчас пользуется большим спросом. Жители окрестных домов довольны постройками. Очень удобно. Детям очень нравится. Очень даже приятно всем. И нам, бабулям, и детям. И катаются они до самой весны. Там, значит, на площади все эти горки уберут. А здесь им все интересно. Со школы бегут и сразу на горки. Ледовые площадки построены силами РЭО, а также предприятий города. Глава администрации Борис Беляев дал положительную оценку проделанной работе. Сегодня мы объезжали дворовые территории и смотрели, как управляющие компании благоустроили территории. Мы понимаем, что снега много везде. И чтобы его не увозить, мы из этого огромной массы снега делаем горки. Сегодня мы объехали половину города, можно сказать. На сегодняшний день 14 горок уже было построено. Где-то большие, где-то маленькие. Но вот мы видим на Советской Адине одна из самых больших горок в городе Кумертово, дворовых. Приятно. И мы съездили, смотрели, где, как залита наша площадка под катание на коньках. Шесть у нас таких площадок по городу будет дворовых. Успешно, удачно, молодцы наши управляющие компании. С работой справляются. И мы надеемся на то, чтобы наши детишки как можно дольше проводили время на улице, чтобы был здоровый образ жизни у них. Ушли от компьютеров, от гаджетов всяких, с которыми они каждый день сталкиваются. И получали здоровый образ жизни именно на наших дворовых территориях. Самые юные жители города благодарят инициаторов такой работы и строителей за доставленную радость. Спасибо за горку. Я буду здесь всегда кататься, сюда ходить. Сидеть с бочком ромой. А в каком каналу? Альбина Ухамечина, Сергей Николаев. Новости. В городе продолжается борьба со злостными неплательщиками. Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели очередной рейд на дорогах. Такой метод выявления должников доказал свою эффективность. Константин Меркушев раскроет подробности. В этом рейде сотрудники ГИБДД останавливают не только тех, кто не пропустил пешехода или не включил фары. Любой, даже самый примерный, с виду водитель может быть отправлен к обочине. Инспекторы работают совместно с судебными приставами, чтобы выявить должников. Такие рейды проводятся систематически с сотрудниками ГИБДД у нас. И приносят свои результаты. Цель рейда – найти граждан, которые уклоняются от административного штрафа в установленный законодательством срок. Если долг не погашен в течение 60 дней с даты составления протокола, направляется постановление в отдел судебных приставов. Судебными приставами исполнителями в отношении должников могут быть применены такие меры принудительного исполнения, как списание денежных средств, находящихся на счетах, запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, в отношении автотранспорта и также взыскание исполнительского сбора в размере не менее 1 тысячи рублей в случае неуплаты штрафа в добровольный срок. Если долг у водителя, проверяют на месте по специальной базе данных. Если выявляются небольшие суммы, приглашают на разъяснение. А вот за внушительные долги арестовывают собственность. Имущество стоимостью до 30 тысяч рублей оценивает судебный пристав. Если вещь дороже, то привлекается оценщик. Если у одного должника имеются несколько административных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд с заявлением о вынесении в отношении данного должника запрета на пользование водительским удостоверением, то есть вправе пользования специальным правом. Долги у тех, кто объявлен в розыск, накапливаются по разным причинам. Будь то неоплаченный штраф ГИБДД, или самое распространенное – задержка выплаты алиментов на содержание ребенка. Так, в отдел судебных приставов была доставлена злостная алименщица. Эта молодая девушка задолжала своему ребенку около 100 тысяч рублей. На работу устроиться не желает, платить нечем. Из имущества, на которое можно было бы наложить арест, приставы не нашли ничего, кроме сотового телефона. Гражданка была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов свыше двух месяцев. На сегодняшний день судебными приставами исполнительного Кумертаусского городского отдела привлечено к административной ответственности по данной статье 75 должников. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде административного ареста от 10 до 15 суток до обязательных работ до 150 часов и административный штраф. Помимо рейдов на дороге, приставы навещают и предприятия, у которых имеются задолженности по заработной плате. Всего Кумертаусским отделам окончено и прекращено исполнительных производств на 13 миллионов рублей. Это такие организации, как Энергоконтракт, ООН «Нефтемашальян», Теплоэнергомонтаж-2 и МУП «Стройзаказчик». В декабре текущего года была полностью погашена задолженность в отношении МУП «Стройзаказчик». Всего было насчитано 180 исполнительных производств. Все они погашены, взысканы фактически. И в преддверии Нового года сотрудники данного предприятия были рассчитаны в полном объеме. Стоит отметить качественную работу судебных приставов исполнителей. Благодаря таким результатам Кумертаусский отдел за 11 месяцев занимает шестое место по рейтингу всех отделов Республики Башкортостан. Всего в республике их насчитывается 68. Это прежде всего работа судебных приставов исполнителей. Они действительно самоотверженно отдаются работе. И по этой причине получается результат. Это прежде всего результат получается от того, насколько серьезно и правильно подходит каждый сотрудник нашего отдела к своим непосредственным обязанностям. То есть результат действительно радует. Но мы не хотим на этом останавливаться. Мы продолжаем двигаться. Я думаю, что наш отдел города Кумертау займет лидирующую позицию. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». В Кумертауском ЗАГСе чествовали семью Мусиных. Поводом стала их изумрудная свадьба. Символом супругов, проживающих вместе 55 лет, не случайно является изумруд. Это камень красивый, дорогой и в то же время редкий. Поэтому и отношения людей, проживших в мире и согласии столько лет, сравнивают с его свойствами. На семейном празднике Мусиных побывали представители Курултая Башкиры, Совета ветеранов, поздравляли юбиляров и мои коллеги. Цветы, много гостей и подарки. В отделе ЗАГС состоялся семейный праздник семьи Мусиных. В зал виновники торжества входит под марш Мендельсона. В этот день Мирзанур Махаметович и Светлана Шайхайдаровна – жених и невеста. Как и 55 лет назад, они счастливы и сумели сохранить светлые чувства. История семьи началась в Кумертал. Светлана приехала сюда по направлению после окончания строительного училища. Мирза после демобилизации хотел поступить в сельскохозяйственный институт, но не сумев пройти конкурсный отбор, приехал в строящийся город. Здесь и встретились молодые. Мать мне всегда говорила, сынок, ты никогда не женишься на учительнице и на врача. Я говорю, какая разница, если я полюблю. Нет, если в учительнице ты всегда будешь безграмотным, а у врача всегда ты будешь больным. Поэтому я настоятельно жениться. Он здоровый, вот как раз и здоровый, и такой тихий. Ну сразу видно было, что хороший семьянин будет. Тогда, в молодости, Мирза Нурмухаметович и Светлана Шайхайдаровна расписались без свадьбы. Но это не главное, говорят они. Спустя 55 лет супруги обменивались уже кольцами с изумрудом. И сегодня новоиспеченных молодоженов поздравляют самые дорогие гости. Это дети и внуки. Мусины вырастили двух дочерей. Теперь бабушку и дедушку радуют два внука и одна правнучка. Дети благодарили своих родителей за любовь и достойное воспитание. И каждый преподнес свой оригинальный подарок. Можно без богатства и без денег можно жить. Но без любви невозможно прожить. Мусины, в пример молодому поколению, прожили достойную жизнь. Светлана Шайхайдаровна проработала строителем более 40 лет. Мирза Нурмухаметович трудился на различных ответственных участках городского хозяйства. Возглавлял трес жилищного хозяйства. С 24 года проработал на заводе «Искра». Выйдя на пенсию, трудился в должности инженера на предприятии «Акрополь». Кроме этого, он избирался председателем Совета Аксакалов, Курулта и Башкир города. Является активным членом Совета ветеранов города. В этот день семью поздравляли коллеги по общественной работе. Это очень известные и уважаемые люди в нашем городе, на которых любому человеку можно равняться. И прежде всего, это то, что они прожили вместе такую большую жизнь. 55 лет – это изумрудная свадьба. Сегодня они ее отмечают. Они к ней готовились. И мы с удовольствием хотим их поздравить. Пожелать им крепкого здоровья, оптимизма, бодрости. Чтобы они еще дожили до бриллиантовой свадьбы. И всего самого хорошего. По желанию, конечно, долго жить. Долго жить, также быть примером для молодых жителей нашего города. Вот так же дружно жить в семье, вот так же воспитывать детей. Вот так же вложить свой труд, большой труд в социально-экономическое развитие нашего города. Поздравила пару и начальник отдела ЗАГС Айгули Дрисова. Она пожелала юбилярам счастья на долгие годы и отметила, что такие супружеские союзы являются примером для молодых. Большим песенным праздником свой 25-летний юбилей отметил народный вокальный ансамбль «Ретро». В программу вошли лучшие номера коллектива. Поздравляли именинников в этот вечер друзья и коллеги. В зале Дворца культуры Дуслык царила атмосфера праздника. Такое настроение подарили зрителям солисты народного вокального ансамбля «Ретро». Этот яркий коллектив на протяжении 25 лет радует горожан своим творчеством. В программу юбилейного концерта были включены самые лучшие номера из всего репертуара. Это популярные песни советских времен, произведения из кинофильмов. Послушать любимые песни и поздравить коллектив с серебряным юбилеем пришли друзья, близкие, коллеги, представители администрации. Поздравительный адрес от главы администрации Бориса Беляева передала его заместитель Наталья Лапшина. Наталья Михайловна подчеркнула, что без выступления «Ретро» не обходится ни один городской концерт. За многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие культуры города все солисты ансамбля были награждены почетными грамотами. Основной состав коллектива – это преподаватели детской музыкальной школы. Директор учреждения Елена Барановская отметила, что руководитель ансамбля Дина Юсупова сумела объединить талантливых людей. Она сплотила такой коллектив, сумела найти, подобрать таких людей, которые яркие, талантливые, и они поют для нас с вами своей душой. Потому что если посмотреть, кто из них имеет профессиональное образование, буквально только одна нимерочка. Остальные все люди, они, естественно, по образованию музыканты, но в другой квалификации. Они для нас с вами поют именно своим сердцем. Своими выступлениями коллектив поддержали и коллеги. О каждом солисте ансамблю можно говорить в монастырь. Их объединяет любовь к песне, к людям, к окружающему миру. Поздравляли в этот вечер юбиляров нынешние воспитанники, преподаватели и выпускники. Поэтому концерт можно назвать и своего рода отчетным для молодых исполнителей. Так, например, только под руководством Венеры Юсуповой созданы несколько коллективов. Это вокальный ансамбль девчонки, образцовые вокальные ансамбли соло, а соль, дуэт, леди. Были и сольные исполнители. Конечно, у каждого из них свое направление, но они учатся у профессионалов. Я была очень маленькой, когда, естественно, ансамбль зародился мне 29 лет, ансамблю 25 лет. Поэтому, да, я с мамой вот с таких вот, я помню песню где-то на белом свете. Вот это вот движение, да, рок-н-ролльное такое. Да, вот я сама ее и потом выступала с ней вместе. Конкурс еще такой есть, он, по-моему, «Сандугач» называется. Я там участвовала, у меня был такой хвост долины, юбочка такая пышненькая. Вот, и я такая. Как у меня Надюша вот здесь, вот Надюша, у меня Калабухова есть девочка, она такая же, как я, маленькая. То есть все мои ученики, в принципе, меняют. То, что вот я, и они такие же, как и я. В этот вечер звучало много поздравлений. И для коллектива 25 лет успешного выступления на сцене говорит о многом. Это и стабильность, как отметили коллеги, и признание зрителей. А для самих исполнителей большой труд и ответственность. 25 – это же и вроде как много, и вроде как мало, да, но за плечами свыше 60-100 песен. Вот сегодня на концерте мы исполняли только одну, наверное, я не знаю, одну пятую или одну шестую нашего репертуара, потому что у нас очень богатейший репертуар. Ретро – победитель всероссийских, международных, межрегиональных и республиканских конкурсов. Но самую высокую оценку, пожалуй, могут дать зрители. На этот концерт мы пришли спортом, и я, ну, можно сказать, что просто в восторге от этого, от этой группы, от этого ансамбла. Конечно же, я поздравляю искренне ансамбль с юбилеем, и мне очень радостно, что в нашем городе существует такой замечательный, талантливый ансамбль ретро, который может нас радовать своими песнями, своими успехами, своими удачами. Концерт стал и предновогодним подарком для горожан. ПЕСНЯ Завершилось первенство города по баскетболу. Соревнования проходили между учащимися средних и высших учебных заведений в зачет спартакиады. Кто стал победителем, а кому еще предстоит тренироваться, узнал мой коллега Константин Меркушев. На базе Кумертауского педагогического колледжа прошли соревнования по баскетболу среди юношей. В первенстве приняли участие пять команд. Сборная Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета, УГАТУ, авиационный колледж, горный колледж и хозяева турнира КПК. Результаты соревнований входит в зачет спартакиады, которая проходит на протяжении всего учебного года. В связи с этим и борьба поистине спортивная. Организует эти соревнования, в общем-то, ЦС «Вымпел», который проводит спартакиаду среди учебных заведений. В зачет идут все и высшие, и средние специальные учебные заведения. Независимо от, как говорится, государственного учреждения или частного, не имеет значения. То есть команда участвует, в зачет получает то место, которое они занимают в соревнованиях. Теперь непосредственно к игре. За чемпионство оббился КПК. В последней игре им предстояло обыграть АГУ, что они сделали с легкостью. Хотя гости не раз прощали хозяев. И даже тренер пытался повлиять на игру, подбадривая победным кличем. Видите, ну, например, пошел, ну, куда, куда пошел. Нет, вдвоем побежали, вдвоем в центре столкнулись. И получается, ну, все, друг друга сдавали. По-моему, мяч давать не знаю. Воскрыт начинают два человека, три. Вот передача, все, передача. Естественно, живи внимательнее. Но мастерство ребят педагогического колледжа по ходу встречи вылился в положительный результат. Раз за разом нападающие ловили соперника на контратаках и забивали гол. В итоге со счетом 46-28 сборная педагогического колледжа одерживает победу как в игре, так и в чемпионате. Вообще в команде достаточно слаженно сейчас игра идет. Нравится, что ребята играют действительно в командную игру, не индивидуальную. И думаю, что это как-то способствовало победе. Я довольна, что сложилась такая команда. Действительно, на данный момент она сейчас уже более подготовлена. И уже, конечно, ребята, выпускные курсы, третьи, четвертые курсы. Ну и к выпуску, наконец-то, у нас действительно команда именно того уровня, который хотелось бы, чтобы она была. Победителями стали КПК. Второе место заняли спортсмены УГАТУ. Третье место – АГУ. Все призеры были награждены медалями и дипломом. Кроме того, благодаря победе в первенстве сборная педагогического колледжа получила право выступить в финале СУЗов Республики Башкортостан, которые пройдут в нашем городе. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Город Кумертао принял очередные спортивные соревнования на призы главы администрации. В этот раз прошел турнир под зюдо. Об открытии соревнований, ходе поединков и награждений расскажет Константин Меркушев. Давайте еще раз приветствуем спортсменов из Республики Башкортостан. Город Оренбург, Республики Казахстан и хозяев первенства города Кумертао. 17 декабря город принял республиканский турнир под зюдо на призы главы администрации городского округа город Кумертао, Республики Башкортостан. Уже не в первый раз спортивный комплекс «Прометей» принимает подобные соревнования. Они стали для города уже традиционными. Открытые кубок главы, приехали ребята из Казахстана. У нас, скажем так, суровое холодное время, но все добрались, слава богу. Поэтому статус соревнований очень высок. Ребята будут проходить отбор на дальнейшие состязания. Поэтому, естественно, все волнуются. Но я думаю, что не все, но победители будут у нас. Это великолепный зал, хороший тренерский состав. Поэтому огромная благодарность организаторам за проведение, в принципе, на хорошем, высоком уровне данного. Церемонию открытия посетили первые лица города, в их числе председатель городского округа Олег Астахов. Он поздравил всех с открытием турнира и пожелал спортсменам настоящей спортивной борьбы. Поздравляю вас с началом такого открытого республиканского турнира президента главы администрации города Казахстана. Позвольте мне передать к нему привет от себя лично, депутатства нашего корпуса. Всего на первенство приехало более 200 спортсменов из таких городов и районов, как Уфа, Стерли, Тамак, Белорецк, Зерган, Октябрьский, Мелиусы, Шимбай, Салават, Давликанова, Туймазы, Оренбург, Кумертау, а также спортсмены из Казахстана. Что еще раз доказывает высокий уровень турнира. Уровень соревнований, он каждым годом высокий. И в этот год тоже не исключение. Сейчас приехало 209 спортсменов из 15 команд. И Казахстан, они у нас постоянные гости. Оренбург, ну и почти все-все города нашей республики. Этот возраст, он такой переходной, уже идет, переходит уже более в старшие. И вот сейчас у тренеров у нас есть возможность, не только у нас, у всех тренеров есть возможность проверить своих мальчишек. Потому что мы надеемся, что из этих ребят, которые будут бороться, уже будут представлять сборную республики на ПФО, на Россию. Мы надеемся. Участниками республиканского турнира стали юноши 2003-2005 года рождения. Большинство спортсменов представляли наш город. Это неудивительно, хозяев должно быть больше. Наших воспитанников очень много. Это потому что, во-первых, соревнования проводятся у нас дома, в Кумертау. И мы выставляем практически всех хороших ребят, которые могут здесь поделиться опытом. После торжественного открытия начались бои в девяти весовых категориях. С самой первой схватки было видно важность этих соревнований. Каждый спортсмен хотел стать победителем турнира. Поэтому и схватки между соперниками были поистине мужскими. С первых секунд представители Казахстана обратили на себя внимание. Насколько подготовленными приехали спортсмены. Надо отдать должное соседям из южной страны. В одной из схваток казахский борец боролся с нашим спортсменом. И он одержал уверенную победу. И сразу по борьбе видно, что парень в таком возрасте крепче физически нашего парня. И показал очень интересную борьбу, чисто физическую, в таком юном возрасте. Поэтому было приятно смотреть. И многие ребята берут пример как раз из более техничных и интересных борцов. Нервы и переживания были не только на ковре, но и за ним. На протяжении всего раунда тренеры своим борцам неоднократно давали свои наставления. На протяжении всего дня проходил турнир. Финальные поединки начались лишь в 4 часа дня. Одновременно на трех коврах город узнал победителей соревнований. Больше всего золотых наград завоевали борцы из Казахстана. Наши ребята смогли завоевать одну награду высшей пробы. При таком соперничестве это действительно хороший результат. В конце состоялась церемония награждения. Призеры открытого республиканского турнира по дзюдо были награждены медалями, дипломами и памятными призами от главы администрации городского округа город Кумертау. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова